Ну, не можем не обратить внимания на футболку, Дмитрий. Ну, вот так прям поправили ровно на весь кадр. Да, я люблю, что моя футболочка была видна хорошо. Смотрите, это футболка футбольного клуба «Ингулец», которую я одел в знак поддержки. Вы купили «Ингулец»? Нет, еще не купил. Ну, не буду покупать точно, денег нет сейчас. Но я хочу поддержать футболистов и тренеров футбольного клуба «Ингулец», выразить им свою солидарность, потому что так получилось, что, к сожалению, они должны играть и тренироваться под руководством преступника, который уже сидел и еще будет сидеть. Я хочу, чтобы все футболисты и тренеры «Ингульца» во главе с уважаемым господином Кобиным знали, что президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк является преступником, убийцей, человеком, который лично стрелял в людей. Люди об этом рассказали публично. Человек, который крал у государства в огромных объемах, о чем он сам публично говорит. Человек, купивший себе в военное время погоны генерал-майора несуществующих казачьих войск, вывешивающий портрет себя в форме генерал-майора у себя в офисе, позорище. Человек, который насиловал женщин, большинство из них боится об этом рассказывать, у них семьи, я знаю этих женщин. Но одна из этих женщин, которую изнасиловал Поворознюк, учительница в селе Петрово, где он живет, публично рассказала о том, как он ее насиловал мне в интервью. Для того, чтобы понять, уважаемые футболисты и тренеры клуба «Ингулец», что президент вашей команды – криминальное говно, подонок, человек, стрелявший в людей, убийца, вор, бандит и насильник. Для того, чтобы вам это понять, вам нужно зайти в YouTube и посмотреть интервью, которые дали мне и не только мне люди, в которых он стрелял, которых он насиловал, у которых он воровал, которых он грабил. Это отрыжка 90-х. И очень жаль, что в нашей стране сегодня вот такое говно крышуют правоохранительные органы. У него есть крыша. Эту крышу зовут полковник Козьяков Роман Сергеевич. Это руководитель УВД Кировоградской области. Думаю, что за крышу Поворознюк щедро ему платит. Также, я уверен, его крышуют все эти местные царьки на местном уровне – прокуроры, следователи и так далее. Потому что, когда его жертвы обращаются в прокуратуру, когда его жертвы обращаются в полицию, и пишут заявление, и говорят публично в YouTube, что Поворознюк выпустил в меня столько-то пуль при свидетелях таких-то, а наша долбанная полиция и долбанная прокуратура Кировоградской области до сих пор не открывает никаких впроваджений, то вы такие же бандиты, как Поворознюк. И если вы думаете, что вы не ответите за это, то вы напрасно так считаете. Я очень злопамятен. Я до вас до всех доберусь. Это говно по фамилии Поворознюк ответит за все. И вы, которые его крышуете, его преступления за три копейки, которые он вам платит, а может за четыре или за пять, вы ответите тоже. Все. Сейчас такое время, ребята, что кажется, что соли мне на хвост насыпят. А потом вдруг хуяк, и возмездие приходит. Ждите хуяка все. Ждите. Так, дорогие друзья, следующий вопрос у меня такой не фундаментально, не про тему. Просто обратил внимание, что Соловьев, российский пропагандист и военный преступник, начинает использовать все более и более агрессивную риторику. Уже нет вот этих, значит, что Одесса кого-то ждет или Харьков кого-то ждет. Нет, уже у себя в ток-шоу, в эфире, выходит Соловьев, закрывает рты всем своим этим гостям, которые у него на подпевке стоят, бэк-вокал, и в прямом эфире говорит, что нужно стереть с лица земли Одессу, Николаев, Киев, Харьков. Под ноль. Просто под ноль. Говорит, надо стереть с лица земли. Дмитрий Ильич, что такое? Как же поменялась вот эта риторика так называемых освободителей, которые должны были там что-то там за три дня прийти с цветами и так далее, до с лица земли? Все, что не может Василий Владимирович сказать Путин публично, за него говорят, это опездала Медведев и этот дегенерат Соловьев. Вот очень хотелось бы Путину сказать точно то же самое. Очень хотелось бы напугать этот Запад, мы вас сейчас. Ну, политез не позволяет. А этот Финляндию хряпнет, не государство, а водку Финляндии, я имею в виду Медведева, и начинает разглагольствовать. Соловьев. Слушайте, Соловьев уже не смешон, не жалок, а вообще такое пробитое днище. Он даже не говорит, если вы заметили, он гавкает, это собачий лай. И он у меня все больше ассоциируется с немецкими фашистами. Вот если вы посмотрите Соловьева кто-нибудь, кому не жаль потратить время, это очень интересная ассоциация. Я себя поймал на том, что где-то я это слышал, вот такую манеру говорить. А-а-а, все понятно. Матка, курка, яйца, яйка, партизанин. Вот это, а-а-а, лающие этот, жуткие. Те, кто, вы знаете, те, кто пережили оккупацию немецко-фашистскую, рассказывали мне, как каратели заходили в украинские села, лаяли собаки, они говорили, жутко лаяли собаки, немецкие овчарки. И кричали, заходили с криком вот эти эсэсовцы, и они тоже лаяли, как собаки. Вот парный лай такой, мне рассказывали люди, которые это все видели, переживали. Вот Соловьев чисто, он уже чисто немецкая овчарка, причем времен Гитлера. Это лающее животное, посмотрите, как он похудел. Ему физически плохо, конечно же, потому что он понимает, что возмездие будет неминуемо. Он это понимает. Ну, представляете, какая жизнь у него? Он каждый день, каждую минуту ждет. И он знает, чего он ждет. А кто ждет, тот, как правило, дождется. Идем дальше, 19 часов 3 минуты, дорогие зрители, пожалуйста. Темы можете предлагать, вопросы можете предлагать. Добрые слова можете писать, можете писать хейт, любые комментарии приветствуются. А доброе слово и кошке приятно, правда? И кошка, да. И кошка – это икота маленькая. И кошка – это икота маленькая.